Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушаем мнение и комментарии. Вместе с информационной службой редакции репортера 73 итоги подведу я, Евгений Луковкин. Здравствуйте. Паводковая ситуация в России усложняется. Под ударом стихии с каждым днем оказывается все больше регионов страны. Особо опасная обстановка сложилась в южных и центральных районах, в том числе и в Поволжье. Среди самых пострадавших районов Ульяновской области Радищевский. В списках, где случились подтопления, также Новоспасский, Ульяновский, Сенгелеевский, Теренгульский, Сурский, Павловский. От Паводка пострадали не только населенные пункты в районах области, досталось и самому Ульяновску. Благодаря вовремя предпринятым мерам катастрофы удалось избежать в поселке Мостовая. Однако талая вода пришла в другие части города. Муниципальные службы откачивали воду, в том числе на центральных улицах. Усугубили ситуацию осадки. Мокрый снег с дождем, влаги добавили. Но по большей части в неблагоприятной обстановке повинна резкая таяние снега. О том, как развивалась ситуация в регионе, расскажет Антон Кузьмин. Одним из первых в городе стихийную аномалию ощутило дальнее засвияжье. На улицах генерала Мельникова, Камышинской, Рябикова, Промышленной и Ростовской затоплены оказались дворы, дороги и подвалы многоквартирных домов. Все коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности, но справиться с бедствием удалось не сразу. Поселок Мостовая, мост через реку Свияга. Оценить уровень паводка здесь можно невооруженным глазом. Река разлилась, уровень воды в ней поднялся примерно на метр. Среди главных причин аномальное потепление и промерзшая почва, которая не может вобрать в себя талую воду. Здесь в зоне затопления только деревья, но так, увы, не везде. От паводка Вородищева пострадали окраины и центральная часть поселка. За считанные часы улицы здесь превратились в непроходимое море. Пострадали дворы, дома, магазины и объекты социальной инфраструктуры. Вода пришла в детские сады и школы. Занятия в них пришлось отменить. Езжала на работу, спокойно отъехала, немножко вода поднималась. Вородищева все время подтопляет, но незначительно. Я не думала, что будет такой масштаб. Насколько высоко здесь поднялась вода? Ну, метра полтора. То есть вот эта дорога была залетой? Ее не было дороги. Сильнее всего пострадала улица Советская. Местные жители говорят, что вода здесь доходила до уровня окон. В зоне потопления в поселке оказалось 200 домов. Из них эвакуировали 52 человека. Большая часть поселилась у родственников. В пункт временного размещения попали 7 человек. Пункт временного размещения открылся на базе Радищевской средней школы номер 2. Людей эвакуировали спасатели МЧС и добровольцы. Вызволять жителей из собственных домов им приходилось на лодках. Лодки плавали, в АЗК люди. На лодках подплывали, сажали в лодках, переправляли на берег, отсюда уже увозили. Некоторых привозили к нам в школу, где я работаю. Там у нас пункт временного размещения был. Там семья многодетно ночевала сегодня, но вода отошла у них от дома. То есть утром проверили, все проверили, работающие электроснабжение, газовый котел и семья уже вернулась к себе в дом. Взять ситуацию под контроль удалось. Для ликвидации последствий в поселок прибыла аэромобильная группа МЧС. Тяжелая техника и люди работают над откачкой воды и рытьем дренажных каналов. Сейчас опасения продолжает вызывать ситуация на реке Свияга в Ульяновском районе. Обе плотины в городе и в рабочем поселке Ишеевка работают в усиленном режиме, пропуская через себя огромные массы воды. Мы ведем круглосуточный мониторинг к уровню реки воды, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов выше плотины и пропускаем воду, соответственно, тоже мониторим со всеми организациями, чтобы при пропуске не допустить затопления тех населенных пунктов, которые лежат ниже по реке нашей плотины. Течению рек в том числе мешают и ледовые заторы. Один из таких образовался на мосту в рабочем поселке Ишеевка и мешает свободному течению Свияги через Ульяновск. Над его расчисткой прямо сейчас работает тяжелая техника. Два проблемных места в районе – это село Ишеевка и село Большие Ключищи. Вода Больших Ключищи уже начала спадать. Спасибо городским властям. Они начали активный сброс воды на ТЭЦ и это позволило убрать тяжелую ситуацию Больших Ключищек. Прогнозы синоптиков неутешительные. Опасность подтопления населенных пунктов сохранится как минимум всю следующую неделю. Поэтому спасатели находятся в режиме постоянной готовности. От вопросов чисто внутренних к делам межрегиональным. Республика Татарстан и Ульяновская область – регионы соседи. Однако связывают два субъекта не только родство культур, общая история и протяженная граница. Товарооборот между областью и республикой не ослабевает долгие десятилетия, а вскоре может выйти на новый уровень. Алексей Русских встретился с Рустамом Минихановым и договорился о развитии тесных экономических связей в разных областях промышленности между родиной Ленина и краем под красно-зеленым флагом. Два дня продлился визит ульяновских бизнесменов и членов областного правительства в Татарстан. Чтобы насладиться видами Казани этого времени, конечно, не хватит, но и цель перед делегатами стояла другая – укрепить сотрудничество между предприятиями двух субъектов, познакомиться с промышленными мощностями друг друга. Республика Татарстан и Ульяновская область имеют очень много общего. У нас развиты машины, авто, аэростояние, логистика. Мы с сильными компетенциями, сильными кадрами, открыты к инновациям и многим технологиям производства. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Покоряют небеса ульяновские илы, разрезают воздух лопастями казанские вертолеты. Навстречу обсудили и планы по кооперации в авиастроении. Приземлили планы по сотрудничеству в машиностроительной отрасли. Вы знаете, что у нас и методградинг создан на базе ТСР индустриальный парк «Гипмастер» где-то 75% КАМАЗов принадлежит 25 в Ульяновской области. Там, кстати, очень много автопроизводителей. Ну и, соответственно, КАМАЗ как ключевой такой заказчик проводил у нас в облачном сессии. Много контактов было заключено. Межрегиональный товарооборот – более 7 миллиардов рублей. По трассе Р-241 в фурах из Казани и обратно едут удобрения, медицинское оборудование, стекло и прокат, цемент и кровельные материалы. Однако в планах бизнесменов двух регионов еще больше увеличить сотрудничество. Если бизнес малый, средний, крупный развивается, создает дополнительные рабочие места, достойную зарплату, выплата налогов, значит территория будет развиваться и идти. Потому что у государства немножко другие задачи по инвестициям, по подходам, по всем остальным, а у бизнеса самая главная задача – это прибыль. Если ты идешь к прибыли, работаешь, создаешь, у тебя все получается. Татарстанские предприятия могут стать и участниками совместного с Китаем логистического проекта. Контейнерный поезд из Ченду-Ульяновс курсирует с прошлого года. А в эпоху, когда въявлены санкции, и мы все находимся на пути поиска новых партнеров, новых поставщиков, эта работа очень важна и дает очень хороший положительный результат. Не остались в стороне и вопросы развития туризма, культуры и молодежной политики. Алексей Русских выразил надежду, что ответная делегация не заставит себя ждать. Тем временем в области началась предвыборная активность. Если кто забыл, по осени выборы в законодательное собрание. Так что сейчас полезет не только весенняя трава, но и всякие инициативы. Вплоть до митингов, сносов, переносов и отставок, в том числе губернатора. В такие предвыборные сезоны как никогда важно самочувствие людей. Что они ощущают, с чем сравнивают, что думают о происходящем, чего хотят. Мы говорим с людьми на ульяновских улицах. Я, конечно, из института Татарстан, работаю на реставрации Ленинского мемориала. Но я бы сказал, он серьезно относится к городу. Мост вон строится новый уже. Другие спортивные сооружения строятся новые. Во-первых, Кузовато он там поднял интернет. Детей-инвалидов там был. Очень по району много сделал. Вышел в Лаишевку. Два года лежали трубы, прорытая канава была. Морозов ничего не положил. Он как приехал, сразу положил трубы, воду туда провел. Стал лучше. И трамваи новые мне нравятся. Ну, как-то видно больше заботы, старается. Даже вот с этим, с транспортом и с паводком. Ну, то есть видно, что он работает. Я думаю, он ведет нормальное развитие ульянской области и само города. Мемориалы вот это обрабатывается. Ну, сейчас отпало. В общем, я морозом недовольна вообще очень была. Так уже он от себя курил этими дамами и все. А этот работает. Помощи от, так сказать, Москвы больше при русских. Ну, русских еще недавно. Трудно судить. Но взялся он нормально. В этом году снега не было, конечно, но убирали хорошо. Вот это нам понравилось, потому что утром мы выходили раньше. И мы вот идешь и тропинку пробиваешь, самый первый. А сейчас уже утром встаешь и идешь на работу, уже все почищено. Если останется продолжать так же рьяно. Ну, видите, и по колхозам, и сюда, и сюда, и с населением встречается. В принципе, лучше стало. Чем? Ну, город почище стал. Улицы стали чище. Дворники или кто там, коммунальщики стали лучше работать. У него есть команда, есть специалисты, которые занимаются этим вопросом. Ну, у нас в СССР, что на районе новое поколение, например, спорт развивается. В Волга, спортарена. Очень много концертов, каких-то мероприятий спортивных проходит. Вообще так-то движение есть, жизнь кипит. У нас все-таки немножко стали следить за чистотой. Чище. Намного чище. Есть плита, но газа нет. Ситуация в 151-м доме по улице Радищева. Здесь в четверг газовщики перекрыли голубое топливо по причине неисправности вентиляции. Усугубляет положение дел состояние проводки. Включи весь дом микроволновки и до короткого замыкания рукой подать. Удивляет в этой истории еще и тот факт, что 14 лет с момента сдачи дома в эксплуатацию вентканалы находились ровно в таком же состоянии, как и сейчас. Однако никого это положение дел не волновало. Газ шел по трубам, как обычно. И тут подишь ты. Павел Петриков выяснял, что будет дальше. Я в ужасе. Я как мать, я в ужасе. Потому что я не знаю, как мне ребенку готовить еду. Потому что на молочке, здоровое питание. Я в ужасе просто. Меня все изнутри выворачивает. Живите как хотите. Костры дома полите, к родственникам уезжайте, гостиничный номер снимайте. Мы делаем свою работу. Так выглядит ситуация глазами жителей дома номер 151 по улице Радищева. Под вечер приехали работники газовой службы и перекрыли клапаны, подводящие к дому газ. На логичные вопросы, что происходит, ответ исчерпывающий. Отойдите на 15 метров в целях безопасности. Чуть позднее жители собрались у дома на совет. Хоть как-то разобраться в ситуации. Вызвали представителя управляющей компании. У нас дети, старики и так далее. Моментально. Это как проверка. 23 года мы ходили, подписывали к нам с журналом. Мы подписывали. Все нормально было. 23 года. И вдруг в один момент у нас все отключается. Так не делается, девушка. Каждый делает свою работу. Так не делается. При проведении регламентных работ по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО жилого дома по адресу улицы Радищева, 151, было обнаружено отсутствие тяги в вентиляционных каналах. На основании постановления 410-го произведено отключение от данного дома от газового снабжения. В целях избежания случаев, связанных с управлением газа. История тянется более 20 лет. С самого момента постройки. В 1999-м в дом заехали первые жители. Как принимали здания в эксплуатацию, неясно. Проблема с вентиляцией обнаружилась позднее. В 2010-м году мы выиграли суд у мэрии города о необходимости капитального ремонта системы вентиляции. В прошлом году, в мае 2021-го года, разыграли тендер и приступили к работам по капитальному ремонту системы вентиляции. Приехали подрядчики и начали ремонтировать. Лучше бы не брались за это дело совсем, комментирует ситуацию, взявшая в обслуживание дом управляющая компания. Работу нам никто не сдал. Актов мы никаких не подписывали. К нам начали сразу поступать обращения от собственников, что даже в тех квартирах, у которых была вентиляция присутствовала, она отсутствует вовсе. Мы написали обращение в администрацию в связи со сложившейся ситуацией. Мэрии города, для нас, это не надо. Газовое хозяйство тоже как-то к этому относится. Расписываются в актах, там проверки, все проверили и ушли. Вот сейчас, видите, петух в задницу клюнул, начали подскакивать под прием. Ситуация усугубляется старой проводкой. Перейти на электроплиты не выйдет. Включаешь чайник одновременно со стиральной машиной, выбивает пробки. Если так сделают полдома, пожара боятся жители не избежать. С городской администрацией связаться не удалось. Что будет дальше, пока не ясно. Затаив дыхание, ждем. Вместе с жителями надеемся на хороший финал этой истории. Там, где не хотят ждать решения местных муниципалитетов, власть в свои руки берут ТОСы. В формировании комфортной среды обитания их конек, как и социальное сопровождение незащищенных слоев населения, работа по воспитанию подрастающих поколений, творческое развитие жителей конкретной территории. Развитие ТОСов повышает вовлеченность жителей региона в жизнь своего населенного пункта, а результаты по благоустройству повышают туристическую привлекательность области в целом. Однако на голом энтузиазме многого не сделаешь. Именно поэтому лучшие практики и программы территориальных самоуправлений поддерживаются крепким рублем. В этом году финансовая помощь ТОСам будет распределяться по полученным заявкам через конкурс. Александр Злобин расскажет подробности. В этом году в Ульяновской области вновь начинает работать программа финансирования ТОСов. В регионе около 400 местных организаций самоуправления. На программы их благоустройства из регионального бюджета выделено 20 миллионов рублей. При этом сумму не делили на всех, а разбили на крупные части и разыграют на конкурсной основе. Именно грантовое выделение денежных средств для того, чтобы ТОСы сконцентрировались на комплексном решении вопросов, где будет учитываться и количество жителей на этих территориях, и формы работы ТОСов по благоустройству своих территорий, комплексного подхода к содержанию, к решению вопросов местного значения. Все участники разделены на 4 конкурсные группы в зависимости от количества жителей. В каждой группе будут свои победители. Всего 39. Разыгрываемые гранты от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Основные критерии при отборе – актуальность и социальная значимость проектов. Прием заявок назначен на апрель. Это только начало. Сегодня мы сделали нормативные шаги для этой работы. И в дальнейшем сегодня коллеги рекомендовали продолжить работу, увеличивать финансовое наполнение и в зависимости от положительного результата, который будет развивать это направление в дальнейшем. Другими словами, в течение года, если получится получить дополнительное финансирование, участников программы субсидирования станет больше. На этом же заседании правительство разобрали выполнение программы по модернизации первичного звена медицинских учреждений Ульяновской области. В рамках запланированных мероприятий на 2023 год также ведется строительство 16 амбулаторно-поликлинических отделений медицинских организаций, строительство трех фельдшерских пунктов, приобретение 13 единиц автомобильного транспорта и приобретение 10 единиц оборудования для поликлиниковой сельской местности. Социальный блок отчитался о выполнении поручения Владимира Путина о ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны. В Ульяновской области проживает 5 210 ветеранов, включая приравненные категории. С 2019 года мы осуществляем ремонт жилых помещений тех ветеранов, которые не имели права на получение жилья. На сегодня порядка 86 ветеранов уже получили такую помощь за весь период. В первом квартале не так много мы выявили. Это всего один ветеран, которому требовался ремонт сантехники. На сегодня данные работы выполнены, и мониторинг продолжается. Чтобы победа была скорой и сладкой, именно с этой благой целью наша землячка Светлана Чмут затеяла специальную волонтерскую операцию в пользу тех, кто находится в зоне спецоперации военной. Использует не автоматы и гранаты, а специи, приправы и собственное трудолюбие. Отметим, женщина уже давно на заслуженном отбихе, но искренне считает, пока есть силы, должна быть польза. Татьяна Домоданова знает больше. Кто тушенку посылает, кто варенье, кто печет, кто-то свечи отливает, кто-то маски сеть плетет. Светлана Чмут как раз такая – плетущая. Ведь ей вата переплетает собственные рифмы четко и технологически верно будущие маскировочные сети. Так, а этот уже сам по себе ложится туда, куда надо, и все, пошло плетение. Ну тут уже быстро. Нужную форму плотной ткани придает главный помощник и спутник жизни Светланы – муж Валентин. Вы ее рвете так лихо? Не, ну и лучше, и быстрее рвать, чем резать. То есть вы уже технологию продумали, как сделать? Ну ясно, девочки. Как мой дед говорил, инженерик. Любимый приз к слову – инженерик. Супружеские судьбы переплелись давно, а сети в их совместной жизни появились буквально пару месяцев назад. Сначала Светлана трудилась в компании единомышленников, а затем, как человеку практичному, ей стало жаль временных затрат на дорогу. Потому приобрели специальную раму и значительно ускорились дома. Если очень быстро надо, и плетешь прям вот не отходя целый день, нужно за три дня сплести, даже за два. Но тогда в глазах уже чертики прыгают от этих сетей. Что такое подлинный героизм, Светлане известно. Ее мама Мария Якимовна прошла две войны и вернулась с победой. И все это благодаря не только личному мужеству, но и всенародной вере. Вот и сейчас, несколько десятилетий спустя, Светлана верит, подкрепляет чувства действиями. Для того, чтобы успешно сплести маскировочную сеть, у Светланы своя арифметика. Во-первых, это десятый, юбилейный, по счету сети, который она делает своими руками. Во-вторых, для того, чтобы не было зрительного перегруза, она плетет не более трех-четырех часов, затем делает обязательно перерыв, иначе становится нехорошо. Ну и вот сейчас мы сеть уже снимаем, да? Мы снимаем эту сеть, десятую. Вот здесь вот нужно отцеплять, я правильно понимаю? Да, да, да. Две тысячи двадцать пять ячеек. В каждую ячейку нужно дважды протянуть вот эту ажурную ленту. Вот можете посчитать. Две тысячи двадцать. Вот, может, на два. Это получается четыре тысячи пятьдесят раз надо протянуть сеть, чтобы протянуть вот эту ленточку, чтобы получилось вот сеть. Если суммировать, то плетущие волонтеры Ульяновска уже отправили в зону конфликта три тысячи квадратных маскировочных метров. А сама Светлана не только плетет, но и печет. Победное печенье длительного хранения с множеством специй и карамелизированным сахаром. Говорит, бойцы его обожают и неизменно просят еще. И сердечные сердечки, и патриотичные звездочки, все у нас тут есть. Вот это побольше звездочка. Печенье в духовку, а вопрос уже готов. По образованию Светлана кто? Отвечает связист. К сожалению, я страдаю бессонницей. А когда не спишь, в голову все лезет и потом складывается в рифмы. Не впервой так бывало веками. Всех меняет, ломает война. Пацаны стали здесь мужиками. Только мать это знать не должна. Ой, извините. На этой неделе не стала выдающейся ученой и преподавательница Ульяновского государственного педагогического университета, взрастившей не одно поколение увлеченных устным народным творчеством специалистов. 15 марта перестало биться сердце Маины Павловны Чередниковой. Горестная утрата для близких и коллег. Маина Чередникова родилась в Архангельске в предвоенном 1940-м. Окончила филологический факультет Ленинградского госуниверситета. А с 1974 года работала в Ульяновском педагогическом вузе. И внесла огромный вклад в воспитание будущих учителей, фолклористов. Многие преподаватели УЛГПУ встали на крыло, выйдя из-под крыла Маины Павловны. Дело, которому она посвятила жизнь, продолжается и сегодня обретает особый смысл. Благодаря Маине Чередниковой многое из фольклорного искусства забвению не подвержено. Память о профессоре, докторе филологических наук, строгом и требовательном, но очень сердечном педагоге и замечательном человеке тоже будет жить. Ученица легендарного профессора Владимира Пропа Маина Павловна сама стала легендой. О том, что сферой своих научных интересов она избрала доселе малоизученную область детского фольклора, можно узнать из популярных интернет-источников. А в библиотеке вуза, которому Маина Павловна посвятила 40 лет своей жизни, хранятся труды самой Чередниковой, а также информация о том, какой вклад она внесла в воспитание новых поколений ученых-фольклористов. Открывая науки мир детского устного творчества, Маина Павловна была профессионалом с широчайшим кругозором. Не упустить, сберечь, передать новым поколениям предание старины глубокой и миссия профессора Чередниковой, продолженная ее студентами. Важны не сами песни, а важно то, кто их поет и как их поют, какое место занимают духовные жизни, просто в жизни вот этого конкретного человека, эта песня, через это становится понятным, а что это такое вообще традиционная культура. Она существует как часть жизни конкретных людей. Именно это было то новое, что мы открыли вместе с Майпом, и чем мы учились вместе. Все студенты первого курса, несмотря на строгость и вот эту вот безумно высокую планку, они, на мой взгляд, были влюблены в Майпом всегда. Я пришла к ней писать диплом. Пришла писать диплом по древнерусской литературе, но в итоге написала диссертацию по фольклору. Руками Маины Павловны и ее учеников создан фольклорный центр с богатейшей этнографической коллекцией. Подлинные предметы воплощения традиционной культуры, корни народной памяти привезены из бесчисленных экспедиций, из которых многие студенты вернулись истинными фольклористами. Там ведь с людьми происходит не обычное журналистское интервью, вопрос-ответ, а именно беседа, в результате которой человек раскрывается, как цветок. И из человека выходит, собственно, сама его личность эксплицирована в текстах, и фольклорных, и не фольклорных. И вот этот талант Майя Павловна отправлялся везде. Майна Чередникова стояла у истоков полевой фольклористики в регионе. Ее стараниями собран богатейший архив, основа дальнейших научных исследований. Будучи увлеченным ученым, трепетно любила свою семью. Сердечной теплоты хватало и коллегам, и студентам. Со вниманием относилась к любым научным доводам. Готова была выслушать и помочь добрым советам по-житейски. Майя Павловна была очень добрым человеком, очень светлым человеком. Каждый раз, когда мы в последнее время общались только по телефону, и вот каждый раз, когда мы общались, потом такое настроение очень светлое было, очень хорошее. И в мире все становилось как будто бы понятнее, как будто бы яснее, как будто бы лучше. Фольклорная школа Майны Чередниковой хорошо известна далеко за пределами Ульяновска и даже страны. Мы планируем, и с деканом факультета мы уже обсуждали, назвать одну из аудиторий имени Майя Павловна и соответствующим образом оформить. Ну и, конечно, те научные наработки, которые есть, мы будем стараться вот этим наследием пользоваться и продолжать ее дел. Продолжит работу и фольклорный центр. Здесь всегда будет гореть свет. Любовь к науке, к традициям, к людям, к живому слову. Память будет жить. Хранят историю и передают ее другим архивисты. В этом году в Ульяновске проходит 5-й региональный фестиваль «Архивный хронограф», где можно познакомиться с уникальными и небанальными фактами из жизни наших земляков. Например, документы Николая Ракова, доцента педагогического университета, исследователя флоры Среднего Поволжья, презентовали 13 марта. Чем интересны материалы ученого и какие открытия сделал наш земляк, расскажем в следующем сюжете. Кропотливо и аккуратно от руки выводил схемы, вносил данные и информацию о флоре Ульяновской области. Николай Раков, кандидат биологических наук, доцент ульяновского педагогического вуза, практически на протяжении всей сознательной жизни исследовал растения региона. Его главным научным открытием стало описание двух новых для науки растений, произрастающих на территорию области – витринички Коржинского и льнянки Волжской, которые Николай Сергеевич обнаружил в окрестностях села Калиновка Николаевского района. Документы Лесного фонда Ракова Николая Сергеевича будут очень полезны для исследователей, биологов, экологов, потому что его работа велась с самых со студенческих годов, то есть это с 70-х годов вплоть до 2018 года, когда он вышел на пенсию. Все подлинные документы, рабочие записи, зарисовки, карты и даже гербарии, хранившиеся в семье ученого, теперь под чутким присмотром сотрудников архива, которые во время пятого регионального фестиваля архивных хронограф решили поделиться историческими богатствами области с ульяновцами. Очень редкий случай, когда действительно вот это вот документальное наследие выкидает с тем архива. Фактически это уникальный случай. Фестиваль архивных хронограф в принципе уникальный, потому как здесь делятся не только истории, но и обмениваются опытом, идеями для творчества и сотрудничества. Ежегодно в мероприятиях фестиваля принимают участие порядка трех тысяч человек, в том числе более тысячи студентов и школьников. В этом году с 10 по 17 марта обо всех архивах области пройдут мастер-классы, лекции и выставки, где будут ждать всех любителей прошлого. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите «Репортер» в эфире, в Ютубе и на Яндекс.Дзене. Читайте в соцсетях. Подпишитесь и будьте в курсе реальности. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин